Староста получил программу, с ней убежал. Это получили 20% присутствующих. Еще 20%. Спасибо. Вот в советское время была задача, как дойти до каждого. А это значит, когда один будет только. Надо будет с ним преподавать. Вот с одним у нас преподаванием есть где, знаете, да? В аспирантуре. В чем состоит занятие в аспирантуре? Человек пишет диссертацию, приходит на консультацию с профессором, научным руководителем. И таким образом учитываются индивидуальные особенности, нужды и так далее. Наш курс предполагает, что вы можете спрашивать, задавать вопрос, высказываться. Да, потому что речь идет не о том, чтобы вы, так сказать, смирно записали то, что я скажу, а о том, чтобы вы разобрались в том материале, который дается, и утвердились в нем. Вот выделились, то есть, так сказать, не просто там взяли на веру то, что дается, потому что тот, кто в экономике... А мы у нас политические составляющие. Вот у Ленина есть два высказывания таких. Первое мне очень не понравилось. Называется так. Кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Я как-то обиделся, читал дальше. Там написано. Кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. На этом я успокоился. И надо сказать, что весь мой опыт, например, говорит, что действительно, как только заходит дело о политике и экономике, тут надо держать ухо востро. И если речь идет о научном курсе, о науке, здесь все должно быть доказано, а не просто постулировано. Поэтому и ход нашего движения будет таким, что не просто я вам объявляю, а вы записываете. Вот мы решили эти политические составляющие, социально-трудовых конфликтов начать вообще с того, какие бывают самые крупные конфликты, заведомо политические. И в прошлый раз мы остановились на таких конфликтах, которые являются... Какой? На одном конфликте мы остановились, который называется война. Война. Так? Значит, проверим, что такое война. Война, имеющая политическую подоплеку. Ну, это у вас, это логический круг. Война, имеющая политическую подоплеку. Столкновение. То есть вы из одной, так сказать, вы от одного государства, я от другого. Или я из одной партии, я из яблоки. Из яблока, а вы из груши. Это политическую подоплеку имеет. Мы столкнулись в коридоре. И у вас оружие, это романтический пистолет. У меня они не запрещены. Это война. Нет, это как минимум неприятная ситуация. Нет, вы должны дать такое определение, что такие глупости, которые я сейчас говорю, под него не подпадали. Правильно? Да. Вот как так сформулировать? Вооруженных сил. Что это? Очевидно, это конфликт такой, с участием вооруженных сил у государств. Ну, вот на Даманском у нас было столкновение с вооруженными силами Китайской Народной Республики, Советского Союза. Было? Было. Война? Нет. Значит, не подпадает ваше определение. Значит, надо еще подумать. А вы что сказали? Ваша гипотеза. Ну, я все-таки считаю, что война не дает никакой дожжонки. То есть, в определении нужно это акцентировать внимание. Возможно, это некое столкновение интересов, которое переоставит уже в дальнейшем. Ну, столкновения интересов у нас постоянно могут быть. У нас их наказываем в шагу. А вам нужно дать... Понимаете, вот почему я задаю такой вопрос? Я вот обдумывал, с чего начать нам этот курс. Можно начать с того, что я вам даю определение. Что такое политика? Я так вот читал, скажем, в прошлом году и позапрошлом. Политика. Потом, что такое социально-трудовые конфликты. Соответственно, все эти понятия, которые тут есть, и общество, и труд, и, соответственно, производство. Потому что без производства нет труда. Правда? По существу. Ну, и поехали дальше. Ну, вот я подумал, что было бы вот... Ну, для того, чтобы мы как-то поняли какую-то точку, вот такую взяли высокую, с которой мы смотрим на всю эту проблему. Что вот есть же такие крупные конфликты. По идее, вот эта специальность конфликтологическая. Правильно? Ну, вот я одновременно сейчас читаю на третьем курсе. Причем это вот там студенты, которые у меня слушали курс философии. Ну, я сегодня их подспрашивал. Не знаю. У меня и другой опыт есть. Вот историком я читал. Причем историком и первого курса, и пятого курса философии истории. У меня книжка есть по философии истории, лекции по философии истории. Я их спрашиваю, что такое война. Что-то вот такое вот. Ну, как-то должны люди, у нас университет же, да, как-то знать это дело. Я думаю, почему она важна. Если мы, так сказать, ну, крупные не видим, как мы можем разглядывать там какие-то мелочи. То есть мы ведь должны найти составляющие политические во всяких там социально-трудовых конфликтах, которые мы уже в разных ситуациях, далеко не ярких. Ну, а если мы солнца не видим, что мы там можем увидеть даже дальше? Поэтому я решил предложить начать вот с этого. Мы с этого начинаем, и сразу обнаруживается, что если это была подготовка, значит, какая-то она немножко дырявая. Потому что как же так? Люди готовились, готовились. Конфликтологи. Вы конфликтолог? Специалист? Нет. Бакалавр. У вас лавры по бокам, так сказать, все, хорошо. Ну, говорит, я бакалавр, но не знаю, что такое война. То есть я вообще конфликтолог, но самый крупный конфликт, как есть, я не знаю, что это такое. И отстаньте от меня. Вот, согласитесь, что это... Я этого не говорю. Да, вы этого не говорите, но всем видом этого показываете. Нет. Всем видом отрекаетесь от того, что вы это показываете. Ну, это шутка, это естественно. У нас же это не конфликт, правда? Если у нас идет спор, это конфликт? Нет. Спор – это что такое? Это вот я высказал свою позицию, вы свою. Я записал вашу, вы мою, и можем разойтись. А если когда вы сформулируете такую позицию, что я схватился за сумку или за что-то тяжелое, за стул, это уже другое. Правильно? Это уже будет похоже на конфликт. А пока идет просто вот такая словесная перебранка, ее мы не можем считать конфликтом. Верно? Это что тогда будет? Обмен мнений. Что? Обмен мнений. Или спор. Или спор. Не всякий обмен мнений – это спор. Просто я вам рассказал, что я думаю, вы мне рассказали, что вы думаете, и все. А может быть спор. Я пытаюсь вас убедить. Вы пытаетесь меня убедить. Но это не значит, что если мне не нравится то, что вы сказали, я накидываюсь и начинаю добираться до таких частей, которые позволяют человека задушить. И наоборот. Я студентам объяснял, они бросились на меня, и чуть я не умер. Так. Значит. Война. Так вот и историки спрашивают, что это такое. Вот то же самое. То есть, вот какое-то невнимание к крупным таким категориям вообще вы должны ощущать. Мы конфликтологи – это правильно, но вообще у нас какая программа-то общая? Политика. Не. Вот читайте, вот я в этом самому программе, там сверху написано «философия». Образовательная программа «философия». А «философия» – это наука о всеобщем. А уже кто это всеобщее ищет в конфликтах, кто это всеобщее в культурологии, кто это всеобщее еще в других местах, и все по-разному. Скажем, я на кафедре социальной философии и философии истории философского факультета. И в то же время я вот сейчас учебник вышел по медиации на кафедре конфликтологии, там я один из авторов. И книжка вышла по поводу конфликта, там редактор с кафедры, профессор кафедры конфликтологии. У меня там раздел посвященный тому, а что такое конфликт в зеркале социальной философии. То есть, как бы у нас вот такое творческое взаимодействие. У меня, например, никаких занятий, кроме занятий с конфликтологами, в первом семестре нет. Вообще, только с конфликтологами занимаюсь. Ну вот и у меня были дипломники с кафедры конфликтологии, с отделения конфликтологии. Ну вот мы должны понимать, что это что такое? Это применение философии к этой области, к области конфликтов. Это такая область, которая, ну, самая философская. Почему? Потому что здесь конфликт предполагает борьбу против положенности, правда? Или я вас смогу победить, или вы меня сможете победить. Это борьба. А мы, если не вступаем в борьбу, это не единство противоположности. Вы вот там идете, а я вон там. И мы никак не столкнемся. А вот если вот так я иду, или вот вы пройдете, или я пройду, это уже конфликт. И причем настаиваем не словами, там, не то, что проходите, пожалуйста, и вы, проходите, пожалуйста. Вот мы спорим, это не конфликт. А вот обязательно один там танком идет, а второй тоже танком, только другим. И сталкиваются. То есть, когда происходит не столкновение мнений, а столкновение чего? Интересов? Ну, интересов – это глубина. Глубина, конечно, с точки зрения глубины и интересов. Позиция – это я стою и с этой позиции и стреляю. А вот тут какое-то движение есть? Или только позиция? Позиция, знаете, позиционная борьба. Я на своей позиции. Вот я вот за этим столом, вы за тем столом. Где столкновение-то? Позиция. Вот этот стол с вашим столом не сталкивается. Поэтому если позиции, то не получается столкновение. Столкновение картин мира? Картина мира. У вас одна картина, у меня другая. Мы две картины выведем сюда. На два экрана будем любоваться. Да, мне нравится. Но если интересы – это глубина, то перед интересами мы выставляем позиции. Мы выставляем требования. Позиция – из чего вы исходите, а к чему вы приходите? Вот есть позиции. Ну, хорошо, даже вот артиллерия стоит на позициях. Она вот стоит и стоит или стреляет? Какой приказ у нее наш? Ну, неужели там приказ стоять – не стрелять? Война, говорит. Война, говорит. Так, у нас, товарищи, война – не стрелять. На нас наступает, а мы у нас приказ – не стрелять. Ну, до поры до времени не стрелять бывает, а потом раз, вдруг и начали стрелять. Но все-таки нельзя сводить действие батареи к тому, чтобы стоять на позиции. Позицию важно снять на вершине горы, скрытную позицию – это все позиции. Так? Направить правильно орудие, выбрать правильный прицел, угол, навесной, на стильную территорию, навесной, гаубица, навесной территории. Поэтому она, значит, с закрытых позиций бьет. Закрытую позицию выбрали. Нас не видно, а снаряды на них падают с головы. Вот. Но вопрос-то не в позиции. Позиция – это опять-таки… А где результат-то? Для чего забирается позиция? Для успеха. Для успеха чего? Для успеха позиции? У вас поворачивается успех позиции? Для успеха сражения. Сражение. Сражение состоит в чем? Ну, с вашей стороны. Вот мы с вами сражаемся. С вашей стороны в чем состоит сражение? Здесь противника к определенным действиям, либо уничтожить его. Победить, побудить. То есть противника побудить к действиям, а самому бездействовать, да? Нет, нет, победить. А почему вы в свои действия ничего не говорите? Вот мне как-то… Я пытаюсь вас как-то подтянуть сюда. А вы упираетесь так. Не надо как-то трогать. Ну, вы собираетесь действовать, исходя из своей позиции или нет? Ну, да. Ну, так вот это столкновение действий. Конечно, действия исходят из интересов, не обязательно из своих. Я могу и чужие интересы защищать. Так? Во время войны бывает? Ну, вот. Ну, вот рабочие немецкие, которые сюда пришли, они что, свои интересы защищали? И интересы там Круппа, и Мессершмитта, и других капиталистов немецких. То есть это вот другой вопрос. Значит, столкновение действий. Не столкновение просто. Поэтому, когда мы вот берем войну, то мы имеем дело в столкновении действий. Но если это действие отдельных групп людей, это вот, например, две бандитские группировки на стрелке. И тогда это будет вооруженное столкновение. Как-то с чего вы начали сегодня? Оно подходит под это понятие, но это не война. И столкновение бывает даже, вот как мы пример привели, на Даманском. Или столкновение было между советской армией и японской армией, у Халкинголла и у озера Хасан. Война была или нет? Война может быть холодная, я правильно сказала, что это не обязательно. А холодная война, потому что она и холодная, что она не война. Когда говорят, война настоящая, развернулась война в печати. Если она развернулась настоящая, война в печати, значит она не настоящая. Потому что настоящая война не в печати. Потому что в печати вы меня сколько хоть сто раз убиваете, я буду жив-здоров. Но если они какой-нибудь слабонервный, мне сказали, что вы ничего не понимаете, вы никудышный профессор. А я говорю, что мы слышим звуки одобрения, не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. И ничего у вас не получилось. Вот, то есть в действиях. Ну так вот я хочу сказать, что несмотря на то, что это вот крупнейший, как-то так складывается, не очень здорово. А с другой стороны, это объясняет, почему необходим такой курс. Что уж мы, наверное, какие-то крупные вещи не должны забывать, правда? Когда мы берем маленькие, там, локальные конфликты, другие. Ну мы вообще общую картину должны знать, если мы специально магистры. Магистры, мы отсюда прямо в магистратуру уже должны пойти. В магистраты. И там руководить. Ну, во всяком случае, это вот та форма, которая является на сегодня. Высшего образования, самой высшей. И вот мы не знаем даже, что такое война. Нехорошо. Значит, война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. Это не я придумал. Но я, поскольку вот так же вот мучился, как мы с вами сейчас мучаемся, когда я это прочитал, я успокоился. Потому что это универсальное определение, которое подходит ко всем войнам. Если вы найдете пример, когда они подходят к войнам, скажите. Может, тогда вы пересматривали будем. Вооруженная борьба классов, наций или государств. И тогда очень легко классифицировать войны. Война классов как называется? Вооруженная борьба классов. Это что? А? Не знаете? Можно я скажу? Революция не сказала. Нет. Гражданская война. Ну, как вы понимали, гражданская война. Это война классовая. Вот пример гражданской войны в России. С одной стороны, класс буржуазеев в лице белогвардейцев. С другой стороны, рабочий класс в союзе с крестьянством. Потому что основную массу Красной Армии составили рабочие или крестьяне? Как вы думаете? Крестьяне? Гражданская война в Америке. Гражданская война в Америке? Нет. А кто был? За что была республиканская партия? Я просто больше вспомнил. Не помните, гражданская война была в Америке. По какому вопросу-то? Рабству. По вопросу рабства. По вопросу рабства. Значит, кто был за сохранение рабства? Юг, да? Юг. А кто там? Какая партия возглавляла? Не подсказывайте. Тут у нас прямо уже народу немного, но есть все как по-взрослому. И подсказчики есть, все. Какая партия возглавляла рабовладельцев Юга? Это тоже интересно знать. Демократическое. Как ни странно, когда посмотришь на внешность даже нынешнего президента, и вот, так сказать, человек, так сказать, эту демократическую партию возглавляет. А республиканцы возглавляли капиталистов Севера. Капиталисты против же рабства? Капиталисты против рабства, против крепостничества. Это вот иногда вот как бы принято ругать, так сказать. Вы капиталисты такие, сегеи, извините, буржуата, они же против всякого гнетения, против такого гнетения, против рабства. Ну, они только за свободный найм. Идите ко мне нанимайтесь. Если вам нечего кушать, приходите ко мне. У меня, правда, зарплата маленькая. Но вы подумайте еще, погуляйте. Вы погуляйте 2-3 дня. Если ничего не найдете, придете и подскажете, ладно, Михаил Васильевич, на вашу зарплату я согласен. Ну, вы сами выбрали. А дальше в течение рабочего дня кто будет указания давать? Вы или я? Кто будет? Указания давать. Кто будет кому? Я. Ну, и все. А вы будете выполнять. Не будете выполнять? Уволен. А волем это как бы на волю отпустить. Это же хорошо. Правильно? Вы же всегда были за волю, за лучшую долю. Идите, ищите лучшие доли. И так и делают. Так что этот взгляд такой интересный с точки зрения политической. Давайте посмотрим. То есть, если прогресс как раз шел в таком плане, что от абсолютной зависимости, к рабской, состоялся переход к относительной зависимости, когда уже убивать нельзя было. Если я был ваш раб, вам не понравилось бы, что я говорю. Вы сейчас бы достали меч или скомандовали. И раз, меня и нету. Со всеми моими определениями. Но это времена раввладения прошли. Если бы у нас сейчас было феодальное общество, вы были бы помещицей, а я был бы ваш крепостной, то что можно было со мной сделать? Убить меня за то, что я говорю, нельзя ведь? Я не могу это предварительно сказать. А? Убить нельзя. А вот сечь письми? Нет вопросов. И наоборот. Что Никрасов писал? Вчерашний день. Часу в шестом зашел я на Синою. Там били женщину кнутом. Крестьянку молодую. Это недавно же было, в общем. Ну, что там? Все вот это. Пару сотен лет. Для истории это вообще ничто. И, наконец, свободное общество, свободное от личной зависимости. Нет личной зависимости. Надо от свободы абсолютно делать, что тут нету. Но личной зависимости нету. Хотите, нанимайтесь ко мне на работу. Хотите, не нанимайтесь. Вы свободно можете умереть с голоду. Или, как говорил Чернышевский по поводу прав человека, каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Есть у вас золотые блюда? Если нет, я вам дам на время. Покушайте, потом отдадите. Это за свободу. У вас есть яхта? А Абрамовича есть. У Ромы. Молодец. Я тоже считаю, молодец. У него там еще и подводная лодочка есть. Это яхта. Яхта большая, подводная лодочка. То есть вы рады же за него, правда? А почему вы рады? Видимо, он что-то великое сделал для России. Что он сделал? Видимо, да. Видимо, они вовремя прибежали и, видимо, вовремя забрали то, что принадлежало всему обществу, да? Если дело что-то великое для России, разве будет яхта подводная лодочка? Ну, такое сделали, как-то награды такие большие. Вот есть такой анекдот, но со смыслом. Анекдот, определение анекдота знаете? Не знаю, здесь... Что такое? Не совсем. Это близко. Это... Ну, я слышал в другом варианте. Анекдот, но это уже не наука, это, так сказать, определение в кавычках. Анекдот – это короткий рассказ с неожиданной глупостью в конце. Поэтому, вот скажем, письменные анекдоты, они не работают, даже продают в киосках. Ну, что там, там как же неожиданно, когда читаешь, там можно заглянуть. Уже нет неожиданности. Конец. Вот собрал Владимир Владимирович всех олигархов. Я говорю, ну что, господа олигархи, вы понимаете, что законным путем за такое короткое время нельзя столько нажить? Вы понимаете? Вот Рома Абрамович, он понимает, что раз нельзя столько нажить, законным путем, не надо лезть в политику. Не надо. Он занимается, вот он обогревает Чукотку. Мы не мешаем его купить там футбольный клуб. Все хорошо. А некоторые товарищи, как гражданин Ходорковский, хотят сконтролировать политику и управлять государством. Вот те, которые получили, вот то, что они получили, вполне законным путем. Поэтому сейчас Ходорковский шьет правую варежку за читой, а левую варежку никто не шьет. Этот вопрос стоит на повестке дня. На этом разрешите нашу, так сказать, встречу считать закрытой. Но я могу вам, отойдя от анекдота, сообщить, что вот есть такой учебник под редакцией Филиппов, очень хороший, новейшая история России. Новейшая история России под редакцией Филиппова. Для учителей книга и учебник соответствующий. Там есть такой раздел. Значит, равноудаленность олигархов от власти. То есть прямо вот то, что в этом анекдоте, там это в качестве параграфа сказано. Что вот, так сказать, характерно для позиции нынешней власти, все-таки олигархов держат вдалека, вдалеке от политики. И вы видите, что после Ходорковского, Гусинского, который в Испании пишет письма Путину, возьмите меня обратно, ваша критика справедливая, я во всем виноват, только пустите меня сюда. А здесь потому, что в России можно быстро делать бизнес, получать большую прибыль. А его все не пускают. Или Березовский, который, как вы понимаете, всю продукцию автоваза сделал своей, покупал по дешевке, а продавал. Так что, когда мы вот эти вопросы с вами рассматриваем, мы пытаемся, так сказать, проникнуть в суть проблем. То есть, для этого надо формулировать точно, что это собой представляет, что является чем. Итак, с войной мы разобрались. Какие еще разобрались, что такое гражданская война? Так, значит, там у нас как кланцев, нации или государств. А вооруженная борьба наций – это какая война? Освободительная? Национальная. Не освободительная, а национально-освободительная. Ну, вот, скажем, все войны по освобождению от колониальной зависимости, все подпадают под это определение, да? Их очень много было. Вообще, вот в 20 веке все практически государства освободились, бывшие колонии освободились от колониальной зависимости. Поэтому, когда вы берете нынешнюю Европу, там, вы видите, из прежних колоний там находятся жители, там, африканские или, так сказать, донезийские и так далее. Соответственно, в соответствии с тем, какие колонии были у этого государства. Ну, я несколько, два раза был в Бельгии, выступал там с закладами на семинаре. И нас поселили, у нас так вот так не бывает, чтобы кто-нибудь приехал в Венград, а его поселили в Зеленогорске. Ну, вот нас поселили в Отвергпене, а мы приехали в Брюссель. И в Брюсселе была конференция, каждый день мы ездили на поезде, один час в Брюссель, а вечером обратно. Я ни разу не проезжал так, чтобы кого-то не было бы из представителей там африканского бывшего населения, то есть чернокожего, бельгийцев. Бельгийцев. А там бельгийская Конго, а из бельгийского Конго живут Бельгии. Ну, и таких граждан, которые давно уже живут в соответствующих странах, и во Франции. В Франции же имела очень много колоний. Или, скажем, англичане гордятся тем, что они такие богатые, что они такие манеры. Но они же грабили Индию и целый ряд других государств. Так, следующий вид войн. Значит, война это вооруженная борьба, классов, наций или? Государство. Война государства. Обычная война, которая нам сразу приходит, да, на ум? Не только. А? Мировая. Нет? Ну, это тоже государство. Ну, да. Это обычная война. Мировая война может быть отечественная с одной стороны, а с другой неотечественная. Я не думаю, что, скажем, война 12-го года для Франции была отечественной, когда они сюда пришли и пытались, и захватили здесь Москву. А для нас было отечественное освобождение там своих столиц, там российской земли или русской земли и так далее. То же самое не думали, что можно назвать отечественной с немецкой стороны нашествие с гитлеровской Германии на СССР. А со стороны СССР можно говорить о том, что это отечественная война. Но это уже разновидность вот этой войны государств все равно. Правильно? Отечественная-то отечественная, но государство-то участвует. Государство может только организовать такие массы людей, миллионные, десятки миллионов. Жертв только у нас сколько? 27 миллионов погибло. Великую отечественную войну. Ну вот мы рассмотрели с вами крупнейший конфликт только с точки зрения понятия, что это такое. И закрыли тем самым некоторую брешь в образовании, потому что, ну как вот, конфликтолог и не знает, что такое крупнейший конфликт. Есть еще по степени крупности. Какой еще конфликт вы назовете тоже очень крупный? Какой бы вы поставили рядом с войной? Или чуть-чуть ниже? Ну мощный такой конфликт, в который вовлекается огромная масса людей. Все общество вовлекается. Какое? Социальные трудовые конфликты тоже все общество вовлекается. Но это только там вот оно так на горизонтальном уровне, а когда это в явном виде. Что это такое? Конфликт бедных авокатов? А? Конфликт бедных авокатов. Да, революция. Это просто конфликт. Но это не просто конфликт. Поконфликтовали и разошлись. Но это революция, да? То есть революция – это конфликт классов. Правда? Но это конфликт классов, который приводит к переходу от одной, отживающей общественно-экономической формации, к другой, более передовой. Вот причем сейчас мы живем в такую эпоху, когда переход от феодализма к капитализму совершился наконец, а обратный переход просто невозможен. Вот вы пойдете в крепостные крестьянки? А вот если я буду в помещиков записывать, в дворян, пойдете? Пойдете. Вот мы сейчас запишем всех в дворян, а все хорошо, только нет крестьян. И что мы будем делать? И вот поэтому, скажем, как сейчас ходят казаки, вот они вроде как ряженые там и другие, с саблями. Ну вы можете так, или вот все монархические партии. Монархические партии, они должны базироваться на чем? Что есть? Ну, класс дворянства. Если у вас класса дворянства нет, ну какой монарх? Вот, скажем, в Англии есть монархия? Есть как музей. Такой. Денежки выплачиваются, чтобы была королева, чтобы она выезжала, чтобы она одевалась хорошо, чтобы можно было смотреть. И деньги собирать. Она как раз и наберут на содержание этого музея. Что такое тронная речь королевы? Не она ее писала, не она ее читает. И вообще никто ее, никаким политическим делам никогда не подпускает. Хотите быть королевой? Хорошо. Хорошо. Это как раз на пенсии, но с молоду. Королевская пенсия сразу. Красота. Или прямо, почему дети хотят быть принцессами, еще никто не отказывался. Приятно же, красиво, да? Красивое платье, красивые одежды. И ходить бы на балы, а не в университет лекции слушать в магистратуре. Сравнили. Так. Ну вот революция. То есть революция тоже увлекается очень большая масса людей. Это крупнейший конфликт, и этот конфликт, он может идти, так сказать, неразовый, он может быть с откатом. За революцией может последовать контрреволюция, потом снова революция. Скажем, это относится и к буржуазной революции, и к социалистической революции. Правильно? Мы не знаем таких революций, которые просто вот так решали, однозначно, и без таких вот колебаний, откатов, новых наступлений и так далее. Не буду на этом долго останавливаться, но все-таки нам надо определить, что такое революция. Кто-нибудь может сказать? Это мы сказали, что это крупнейший конфликт, после военного конфликта, после войны. А что такое революция? Это политический переворот. Политический переворот, да. Совершенный при помощи вооруженного столкновения или посредством вооруженного. Да, хорошо. А почему только политический переворот? А что, в экономике не надо переворота сделать? Потому что революция преследует свою цель в политику. Ну вот смотрите, значит, вот буржуазная революция. Сначала у власти кто был? Какой класс? До февральской революции в России? Дворяне. Дворяне. Феодаллы. Да? А кто, какой класс пришел? В конце? В буржуазию. Нет, ну в февральскую революцию в буржуазию. В буржуазию. Так, переворот налицо. Он что, только политический? А не шел экономически в это время? А разве буржуазия к этому времени не стала уже господствующей силой в экономике? Тогда экономика как следствие? Нет, не как следствие. Политика как следствие. Почему? Потому что сначала уже в России у нас сформировались капиталистические отношения. Когда они сформировались? В каком веке? В XIX веке. В XIX веке сформировались. Вот, скажем, когда Ленина отправили после того, как поддержали год в тюрьме, на Шпалерный. Там, где рядом с бывшим домом писателей. Вот по эту сторону от Литейного, с левой стороны. Потом его отправили в Сибирь. Ну, он как человек способный, решил использовать эту свою ссылку как докторантуру. И три года он занимался тем, что ему родственники высылали по его просьбе все эти данные переписи различных, данные о развитии капитализма в России. Ну, по частям разрозненные, все, что есть в статистике. А он написал вот такую большую книгу, которая вышла по окончании его ссылки под названием «Развитие капитализма в России». Человек живет при Феодолееме, пишет «Развитие капитализма в России». Что тут такого? Надзиратели ничего не могли иметь против, правильно? Сейчас вы будете писать книгу про развитие капитализма в России. Что плохого? Хорошо же? И в ней убедительно было показано, в связи с попытками народников, сказать, что у нас особый путь, у нас капитализма не будет, Россия пойдет своим путем, она как-то это обойдет, через русскую общину она прямо перейдет к социализму и так далее. Ну, вот в этой книге очень, на огромном массиве фактов, и неоднократно Ленин подчеркнул, что такой статистики, какой он пользовался, земской статистикой, такой статистики вообще не найдешь. Прекрасная статистика. И у нас такой сейчас нет совсем. Он за массиви фактов показал, что уже в XIX веке, к его концу, Россия в экономическом отношении стала вполне капиталистической страной. Вполне. То есть сначала прошел переворот в экономике. Появился класс буржуазии, голодный до власти. То есть у него деньги есть, средства производства в руках, в деревне, он там как раз, Ленин показывал, в городах-то само собой уже все видели, что есть фабрики, заводы, и есть наемные рабочие, там какие крепостные в городах. Но в деревнях образовалось три класса. Это сельская буржуазия, как называется сельская буржуазия? Кулаки. Как называются сельскохозяйственные рабочие? Подкулачки. Нет, подкулачники это те, которые помогают кулакам эксплуатировать рабочих сельскохозяйственных. А вы не подкулачник? Нет. А чего вы? Там как-то были бедные крестьяне, это самые-самые-самые бедные. Не надо усложнять, не надо, не усложняйте. Как называли? Как раз в музее... Да знаете вы, вот я, это вот тот случай, Гегель по этому поводу говорит, что известно, еще не есть от того познанные. Если вот сейчас я вам скажу, так мы же это знаем. Конечно, вы знаете, батараки. Ну, кто не слышал слово батараки? Ну, конечно, вы это знаете. А как называются такие крестьяне, которые не батараки и не кулаки? Средняя часть как называется? Объясняю, что средняя часть крестьянства называется «середняки». Это вот, это интересное вот свойство человеческого сознания, когда приходишь. Ну, в общем, мы с вами зашли с необычной стороны, правда, я тоже думал вот о том, как курс построить. Ну, по крайней мере, я тоже отдаю себя отчетом, что вот прочитано, вот записано, вы можете открыть на ютюбе и посмотреть прошлые лекции на эту тему. Ну, вот я решил, так сказать, с другой стороны зайти, но с той стороны, с которой, как говорится, никто не ждет, и я не ждал. И тут получается, что, ну, это для чего нужно? Ну, для того, чтобы это была какая-то свежесть, потому что, когда это одно и то же, вы все отталдычишь, или когда вы одно и то же, так сказать, вроде читаете, оно затирается и не воспринимается. Памяти не остается, потому что у нас не такая задача у вас задолбить, а ну, как-то получить такие свежие впечатления, которые останутся, правда? Вот, чтобы, ну, не требовалось это вот на этом как-то вот упоминать. Так, а вот эти середники как называются? Еще, политэкономическое название этих середников. Это очень важная категория, и этой категории ни в одной экономической работе Ленина нет. А есть только в политических работах. Вот как называется эта часть, такие крестьяне, которые, а, не эксплуатируют чужого труда, имеют средства производства, но работают уже на рынок. Это не такие, не те крестьяне, которые были барщины. Они ходили на барщину, они, значит, у себя на участке, на земле, которые им выделяла община, производили то, что нужно им для пропитания, а эти уже крестьяне выносят на рынок продукции. То есть они ведут производство для обмена. Их, конечно, эксплуатируют. Потому что если вы выращиваете лук, и вы вырастили его, и хороший к вам приезжает перекупщик, и говорит, ну чего вы пойдете стоять? Ну что вы, хорошие, красивые, будете стоять там на рынке, там грязь. Давайте я сейчас все закуплю, вот вам деньги уже готовы. Вот, берите. И у вас за бесценок этот лук взял и повез. У вас взял по 6 рублей, а там за 26 продал. Вам 6, ему 20. Ну у нас так и продолжается сейчас? Ну сколько это стоит молоко? Как вы думаете, литр? Для тех, кто его производит. Собестоимость литра молока? Ну не себестоимость вообще. Почему? Издержки производствуют же все в целом. Ну 20 рублей. А продают за 50. Что за 60? Там же коровую вырастут. Там же коровую вырастут, накормят, подают. Да. Нет, у них закупают. Я вам прихожу, давайте ваше молочко по 20 рублей. Оно иначе скиснет ваше молочко, никому оно не нужно, вам выливать придется. Давайте молочко по 20 рублей. Вы сдаете, я у вас раз, это бидончик, потом бидончик пустой привезу. Поставил все ваши и повез на молокозавод. Можете сами ехать, пожалуйста. Как хотите, так давайте. Можете там заключать с ними договор. Договоры, а там народ крестьяне, замученные. Какой договор? С кого они будут? Вы не знаете, как продавал корову один? Старик. Нет? Это не противоречит нашим занятиям. Старик, старуха его пилила, пилила, у нас старая корова уже, иди сюда продавай. Он говорит, да как же, она уже все-таки молоко еще дает. Да мы к ней привыкли. Нет, иди продавай. В общем, ну нет от нее, с ней никакого сладу, пошел продавать. Встречает цыгана по дороге на рынок. Ты куда, старик, идешь? Да вот, иду корову продавать. Вот старуха говорит, надо продать. Давай я тебе продам. О, давай. Вот они приходят вдвоем на рынок. Цыган встал, говорит, корова, у вас будет молоко, творог, сметана, сливки, сыр. Она детей ваших согреет, а она волка спасет, дом сбережет. Старик слушал, слушал. Нет, говорит, это я эту корову продавать не буду. Взял корову, взял снова, повел ее домой. И никакой гнев старухи его не остановил уже. Человек, работающий на рынок, это вовсе не значит, что его не эксплуатируют. Потому что если я, скажем, затратил 8 часов, а мне отдал перекупщик за это дело 6 часов, то 2 часа он забрал себе. А если он, скажем, 4 забрал часа, то я 4 часа получил обратно, а 4 вот пошло перекупщику. Ну и у нас вот примерно такая же структура сейчас есть. Молоко у нас на грани рентабельности. То есть, ну, него невыгодно делать. Еле-еле вот они держатся на том, что что-то они могут покрыть расходы. А в то же время, там, смотрите, какая индустрия. Пакеты, бутылки пластмассовые. И все это вводится там в палетах, все там индустрия. А потом вы, наверное, процесс представляете, что дальше с молочком-то? Вы видели такое? Были такие коровы, которые 3,2% это молоко. Видели таких коров? Нет? А 1%, знаете, таких коров? А вот такие, которые 2,5%, не знаете? Вот у меня был, я тут работал деканом факультета профессиональной подготовки, и у меня мой один коллега работал преподавателем, который ранее работал директором Сосновского молочного завода. Он мне рассказал популярно, что там происходит. Вот вы привезли молочко. Сколько жирность молока обычная у коровы? 1%? Нет, таких нету. Побольше, правда? Ну, сколько примерно? 60. Сколько? 60. Да вы чего? Товарищ далек, далеко оторвался от народа. 60%. 60%. Масло 72 уже. Это, кстати, считается, так сказать, такое, не самое. Значит, ну, от где-то вот 3 до 6, примерно. Ну, понятно, что у каждой корова своя, поэтому вообще не может быть это точно. После того, как молоко поступает на молоко, вот все, и все оно проходит сепарацию, идет на сепаратор. Сепаратизм, знаете, что такое? Может, политический уже у нас контекст везде? Что такое сепаратизм? Короче, разделяется там. Во, разделяет, отделяет черных от белых, белых от черных. Это в Южной Африке все-таки сепаратизм. Мы, значит, бороли с сепаратизмом. А тут не борется с сепаратизм. Тут сепаратизм используется для того, чтобы получить однопроцентное молоко. Раньше оно называлось «Обрат». Почему? Знаете, почему? Обратно везли его там тем, кто сдавал колхоз. И отпаивали им телят. То есть телятам, поскольку они дети корови, им нечего есть жирное молочко, вот вам 1% и будете добры. И вот теперь это отпаивают наших женщин. Говорят, вам 1% и все, и кефирчик, и молочко, и так далее. Если кушайте, пожалуйста. Хотя, вот, скажем, как известно, волочный жир выполняет роль такой вот мембраны, которая охраняет от инфекций. Именно жир. Потому что вот иначе проникает глубоко в организм бактерии, и трудно с этим делом бороться. Я вот таких случаев много знаю. Когда человек решил худеть, сразу заболевал, потом мучился долго-долго. В том числе моя дочь. И я один раз попробовал. Думаю, давай не буду не ужинать. Я не поужинал несколько месяцев, а потом заболел. Вот и все. Поэтому тут вот, короче говоря, 1%. А дальше что? А дальше, вам какое молочко? 2,5? Добавляемо вот эти. То, что мы отделили от молока, называется сливки. Сливки доливаем. Дольем, чтобы вам было 2,5. Вам сколько? 3-2. Вам будет 3-2. Но некоторые части не подвергают фепарации сейчас. Есть так называемое отборное молоко. Это отобрали у крестьян и так прямо и продают. Вот это отборное молоко. На нем и пишут от 3-7 или от 3-4 до 6-5, по-разному. Иногда там 5%, я знаю, что вот Невская, Приневский комбинат такое привозит. То есть, ну, какое попало. Ну, смешивают, понятно, что и поэтому получаются разные проценты. Когда наливают уже в бутылки, они меряют, какая жизнь. И ставят маркировку, какая то есть. Вот вы можете посмотреть на этом отборном сверху. 3-7, бывает 3-4, разное. А на главной маркировке говорится просто о том, что молоко от стольки до стольки. Это натуральное. А вот то, которое вы получаете в результате сепарации, как называется? Сепарированное. Как? Сепарированное. Не помните? Это вот тот, кто внимательно следит за понятиями. Это нормализованное. Нормализованное. То есть, оно то нормальное просто, натуральное. А это нормализованное. Дескать, нечего вам это. В принципе, в составе так, то есть, молоко пролицейное, листая, нормализованное, нормализованное. Да, нормализованное, потом сухое, когда всё смешают, получается жирное. Так вот, вот эти самые крестьяне, которые никого не эксплуатируют, и которых, может быть, эксплуатируют за счёт цены, с помощью цены, очень просто, они работают на рынок. И вот мелкий хозяйчик, то есть, человек, работающий своими средствами производства, выносящий свою продукцию на рынок, называется? Как? Пролетарий, разве своими средствами производства работает? Вот, вы придёте, вот, руки принесли, и всё. От вас ничего больше не требуется. Не надо заботиться, всё будет вам дано, и спецовка, и станок, на котором вы будете горбиться или горбатиться всю жизнь. Да? Ничего не надо. То есть, человек – собственник средств производства. Вот как собственник средств производства, он близок к какому классу? Как собственник буржуа. Буржуа, как собственник средств производства. А как человек, который работает непосредственно руками, трудящийся, он близок к тому? К рабочему. Ну, к рабочему. К наёмному рабочему он близок. Крестьяне – это общая картина. Все крестьяне они. Это же сословие феодального общества. Это не название для буржуазного общества. Это, так сказать, просто старое обозначение, под которое подпадают представители трёх классов. Сельские буржуа, сельские рабочие, и вот эти близкие к буржуа, и в то же время они близкие и к рабочим. Как они называются? Они называются… Ну, это я вот думаю, вы не додумаетесь. Тут я уже, если раньше я ожидал, что вы что-то скажете, тут даже я не ожидаю. Сказать мелкие буржуа. Не путай с маленьким буржуем. Почему? Потому что маленький буржуой – это капиталист. То есть капиталист, который живёт чужим трудом, наёмным трудом рабочих своих. Он сам он не трудится. И если даже трудится, это может быть, даже более того, всегда почти в какой-то форме капиталист трудится, да? Если это промышленный капиталист. Если это ранте, то есть я вот положил деньги в банк, и сижу и спрашиваю, какие проценты у меня? Причём по электронной почте мне сообщают. И там управляют мои. Как только придёт ко мне сообщение, что слишком маленький процент, я прогоняю управляющего, нанимаю друг друга. И всё. Так вот, мелкие буржуа – это человек, работающий на рынок. Это определение мелкого буржуа. Почему он буржуа? Во-первых, у него средства производства есть. И есть у него потенция такая, потенциал, чтобы стать буржуа, то есть нанять потом людей и стать буржуа. И идеалом мелкого буржуа что является? Стать рабочим, паралетарием, или стать буржуа? Конечно, буржуа. То есть он мелкий хозяйчик. Что является идеалом, целью мелкого хозяйчика? Причём стать настоящим хозяином. То есть с кем стать? Буржуа. Но вся история, и в том числе и история развития классов, говорит о том, что это удаётся ничтожному меньшинству. А стремление у громадного большинства мелких буржуа. То есть на практике они оказываются союзниками как раз паралетариата, рабочего класса. На практике. А по настроению они, конечно, как мелкие хозяйчики, стремятся выбиться в люди, стать настоящими хозяевами, стать буржуа. Это на примере революции, которую мы только что понятие разбирали, нашей революции, которая была в России, октябрьская, очень видно. Потому что от чего зависел исход революции? Только от рабочего класса, от борьбы рабочего класса с буржуазией, или от того, на чьей стороне будет огромная масса мелкой буржуазии. Вот. От чего зависит? От этого, правильно? Теперь, что сделали один класс, то есть большевики, представляющие интересы рабочего класса, рабочий класс, что они сделали для привлечения крестьян на свою сторону? И что сделали представители буржуазии и павшего феодалов класса, дворянства, для того, чтобы отогнать от себя мелких буржуа? Что сделали большевики? Вот у большевиков была программа ликвидации отрезков. Вот то, что отрезали, когда освобождали крестьян, вернуть земли, на которых они исконно трудились, и которые позволяли им обеспечить нормальный хозяйственный оборот, вернуть назад. Вот была собственная программа большевиков. А была и сыровская программа. В чем она состояла? товарищи политики, у нас политические составляющие, в чем составляла и сыровская программа? А разделить по едокам. Вся земля государственная, вся. Никакой, никому в руки не давать. И бесплатно раздать по едокам. Сколько тут? У вас сколько семья? Сколько человек? Три. Три? Три. Три части вам. У вас восемь, восемь частей. У вас пять, пять частей. У вас две, две части. Все раздать. Большевики взяли и сыровскую программу. И сыры не сделали, они взяли и реализовали. Причем большевики говорили при этом. И это, мы вам гарантируем, не приведет к равенству. Почему? Потому что скоро опять появится. Это мы видели с вами после славной деятельности Чубайса, когда, помните, как доли выдали всем? Ваучер получали вы? Еще вы не получали, наверное, по возрасту. Получали родители. А? Получали родители. Получали родители, вот. Я не получал из политических соображений, чтобы потом мне не говорили, вы же сами взяли ваучер, а что теперь вы говорите? Поэтому я решил не взять. И жена решила, не берем. Тут теща звонит, говорит, надо взять, мне нужно доли какие-то выкупить, в даче, в разливе, дай мне ваучер твой. Я говорю, хорошо. Пошел в магазин, купил ваучер, отдал тещу. Месяца через полтора жена узнает, что я отдал тещу ваучер. Тут дома скандал. Ты дал моей маме ваучер? Говорю, дал. Значит, ты взял его? Нет. Но ты отдал? Да. Значит, взял? Нет. Не так мы пререкались. А где ты его взял? Ну, как говорю, пошел и докупил. Вот сын, например, у меня сразу пошел и продал. Только. Сразу понял, что это чем пахнет. Это известно, что вот эта теория разделе, она решается тем, что одни в руках собрали эти доли. А как это делается? Вот вы держали у себя, допустим, акции предприятия? Не стали платить полтора года зарплату. Потом приходят, говорят, вам деньги нужны? Нужны. Продайте ваучер. Вот денежки сейчас. Вот я стою, сразу выдаю. Ну, люди голодные, дети голодные. А что вы не купите? Раз-раз люди с мешками ваучеров взяли там Уралмаш. Другие предприятия, другие остались с носом. Ну, где эти ваучеры? Есть отдельные там, говорят, у меня есть акции там, черт-ти кого, Газпрома. Какие-то 0,00 и так далее. Какую они роль играют в управлении акционерного общества? Никакой. А там, скажем, это уже по теме нашего, прямо по теме наших занятий. Как устроено, на демократии в акционерных обществах. Вот собирайте собрание акционеров. Кто там голосует? Держи на акции. А? Держи на акции. Держи на пакетах акций. Там акции голосуют. Акции голосуют. То есть у меня, допустим, вот мы с вами собрались, вот давайте так играть, что вот мы все акционеры с одного предприятия. Я директор. У меня два с половиной миллиона акций. У вас три штуки, у вас четыре, у вас семь, у вас пятнадцать. Сейчас решаем вопрос, кого избрать председателем. Голосуем. Два с половиной миллиона за то, чтобы меня. Там три, четыре. Сколько там вас всех вместе? Против. Хорошо. Решаем вопрос поездки дня. Тридцать и половина миллиона за ту поездку, которую я наметил. И три, четыре, так сказать. Еще кто-то там был в Сибири, не доехал. Так? Из Новосибирска. Нет, не сразу же доедешь. На акционерное собрание не накатаешься. И так далее. Но записано в законе, если на первом собрании нет более половины акций, то есть я еще не набрал более половины. Если есть более половины, вообще мне не нужны. Нет, вы можете присутствовать, конечно, посмотреть, как все это организовано, как все решается. Как все быстро и хорошо решается. Вы можете даже выступать, но это не имеет никакого значения. Я буду голосовать. То есть голосовать будет большинство акций. Но если не присутствует большинство акций, первое, незаконно. Тогда собирается второе собрание. Это по закону об акционерных обществах. И вот согласно этому закону второе собрание является правомочным при любом количестве акций. Вот я пришел, а вы наслушались, вы же на первом сидели, сказали, плюнули, сказать, да, Паш, и больше не приходите. Потому что, а чего вы будете приходить? Кто там все решит? Ну кто? Я все решу. А вы вот опоздали. А дело в чем, девушка? Вы неудачница. Я успешный. Так, сейчас я объясняю, да? А вы неуспешные. Вот когда был старт вот в 90-м году, надо было вот сразу раз сказать, как спринтер, всех хватать. А вы что-то, вам неудобно было? Извините. А вы ваучеры покупали. Вот. Вот. А вы ваучеры покупали. Причем заведомо было, ЭТР, он больше процентов должны было получать в расчете на одного человека, чем рабочие. Заметили, да? Да. Так что это было заложено. Короче говоря, вот эта серединка, мелкие буржуи, были большевиками привлечены на свою сторону прежде всего тем, что они провели закон о земле, декретом о земле объявили, вот ваша земля, делим ее по едокам, делите сами, все это, пожалуйста, советы создавайте, крестьян, делите и получайте, и все. А что сделали белоговородейцы? Они по мере наступления на Москву, Деникин шел, землю отнимал у крестьян, и вешал крестьян за то, что они захватили эту землю. И в общем, получалось так, что в принципе крестьяне были очень настроены к большевикам, не сказать, что положительно, скорее даже отрицательно. Во-первых, была прудоразверстка, как мы своим трудом делали, потом пришли люди, забрали часть, просто так забрали, ну, с обещанием потом мы вам заплатим. А эти вообще землю всю забрали. И по мере того, как Деникин шел к Москве и казалось, что уже сочетены дни, так сказать, советской власти, крестьяне повернули против белых вардейцев. Как они повернули? Ну, те, которые были в белой армии, перестали так хорошо воевать, а те, которые были в красной армии, за землю, за волю, за лучшую долю, стали воевать очень хорошо. И это разутая, раздетая красная армия победила белую армию. Белую армию скинули в море, они уехали. И вот тут недавно выступал Уассермант, я его послушал, оригинальное выступление. Он говорит, вот сейчас призывает к примирению белых и красных. Нету белых, они же, все, их не стало в России. Какие белые? никакие, что вот эти вот нэпманы, которые сейчас вот тут, или олигархи, это что, белые? Какие они белые? Все это народ. Это, во-первых. Во-вторых, примирение состоялось белых и красных. Последнее примирение белых и красных было в 41-м году. Кто стал защищать Россию от нашествия немецко-фашистских войск, а были такие, прежние там, сторонники, белогвардейцев, они поддержали и Красную армию, ее действия, и, так сказать, в этом смысле примирение состоялось. Вот и все. Поэтому сейчас кто говорит о примирении? Ну, а те люди, которые, как говорится, все нахватали, им хочется это удержать. Так, возвращаемся. Вот этот средний класс или середняки деревни, или дальше, если обобщать, его называют обычный средний класс, причем берут просто по доходам. Это такое вульгарное определение, класса только по доходам, а надо брать по производству, по положению в производстве. Так и называется мелкие буржуа. И, как я уже сказал, не путать с маленьким буржуем. Мелкие буржуа это трудящийся, и как трудящийся, он в союзе с рабочим классом, а как стремящийся к тому, чтобы стать настоящим хозяином, он легко идет на то, что вступает в союз в уржуазе, и поэтому он колеблющийся класс. Кто его привлечет, тот и выиграл. Потому что, я думаю, если вы рассмотрите, скажем, нашу революцию, ну, всем понятно, что рабочие-то составляли меньшинство общества, а крестьяне составляли большинство. Как могут меньшинство победить большинство? Да никак. Кто составлял основной состав Красной Армии? Ну, там были рабочие, конечно, но основная масса крестьяне. А кто составлял основной состав Белой Армии? Опять же, крестьяне. Причем, сначала были красногвардейцы и белогвардейцы. Это те люди, которые добровольно вступили в классную борьбу между собой. Правильно ли? Потом поняли, что никто не может не выигрыш на добровольческих началах. И тогда и белые, и красные перешли мобилизацией. Приходят белые к вам в село. Вот ваше село тут сидит. Так, записываемся в Белую Армию. Да. Приятно иметь дело с культурным человеком. А вы что задумались, молодого человека? Надо его вывести к стеночке, поставить там? Или вы уже не задумываетесь? Да. Все. Это нас есть. другие приходят. Красная Армия будете записываться? Приятно. Приятно видеть. У вас все, сомнения есть? Есть сомнения, да? Ну вот это, нам-то сомневающиеся не нужны. Туда вот, там, к стеночкам. Так, только ближайше не надо, чтобы шума не было. из разных, вот соседние села далее, одних в белый, другие в красный. А потом, возьмите его литературу художественную. Тихий дом. В какой армии закончил главный герой-то? Своё? В белой. В белой. В белой. На этом основании некоторые граждане, ретивые такие, так называемые коммунисты, значит, решили, начали травить Шолохова, что он тут поддерживает белогвардейскую линию в литературе. И для того, чтобы от этого, как-то избавиться от этого, Горький, Алексей Максимович, организовал встречу Сталина, Горького и Шолохова. Вот на этой встрече товарищ Сталин говорит, «Мы этот ваш доклад прочитали, я вас прочитал, замечательный, ваш роман будем печатать». И на этом закончились тогдашние гонения на Шолохов. Потому что это вот характерно было вообще-то правильное, правдивое описание того, как мучились люди. Хочу вам назвать другую книгу, которая вот эту сложность описывает, есть, наверное, вы видели фильм «Вечный зов», по сценарию Анатолия Иванова. А есть книга такая, два тома, роман «Вечный зов», замечательный, в котором показаны люди такие вот, с одной стороны, такие однолинейные, прямые, последовательные, а есть такие вот фигуры, которые мучаются, никак не могут понять. Это относится и к тому, кто входил в КГБ. и вот, так сказать, Фёдор, который был в Красной армии, а потом, в конце концов, пошёл служить Гитлеру. Вот так в жизни бывает. То есть, показано, как бывает в жизни. А первый секретарь, председатель исполкома, оказался под лицом. Это вот фигура типичная, вот примерно такая, как фигура Хрущёва. Примерно. Тот, значит, при жизни там Сталин, он его словом до небес превозносил, продвигался, был первым секретарём Московского горкома партии, членом политбюро, на Украине был первым секретарём, а потом организовал по существу, так сказать, так называемое разоблачение. Вот. И, так сказать, то, что потом происходило, это было связано с еще при Хрущёве, потому что то, что было потом, не представляет собой никаких там новых отклонений рубежных, тогда это все предрешено было. Так, ну вот мы некоторые вопросы и революции разобрались, чтобы войны мы разобрали вопрос, да, и революции, чтобы можно было говорить о том, что мы конфликтологи, магистры, мы уж, может, не все конфликты мы знаем, но уж крупнейшие конфликты мы знаем и понимаем, и можем вам сказать, и примерно в таком же духе, как я вам сегодня рассказывал, вы можете беседовать с кем угодно, правильно? И как выясняется, когда начинаешь эту беседу, то так получается, что вот как раз самые массовидные, самые, так сказать, лежащие на поверхности явления оказываются не оформлены в соответствующие понятия, да? И надо вот этим обладать. так, и вот мы рассмотрели самые такие крупные классовые конфликты, а вообще вот классовая борьба, как она понимается в буржуазной историографии. Кто вообще открыл классовую борьбу, никто не скажет? Кто? Фамилия? Ну, наука же кто-то должен, не, не ваша, а вы открыли, что ли? Не, если вы, так скажите. Ну, кто-то же открыл, ну, вот Адам Смит, например, экономист, он разработал теорию прибавочной стоимости, ее пытаются приписать Марксу, Марк говорит, не, 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 я показал, раскрыл закон движения современному мне обществу, уже систему представил, но теорию прибавочной стоимости, Смит и Рикардо разработали, так? Так, трудовой теории стоимости, трудовой. А кто открыл классовую борьбу? Фамилия? А? Кто? Робеспир. Робеспир, не. Это Маркс и Энгельс. Да ну что вы, да не, не надо на них все валить, что они Маркс и Энгельс? Это я как-то вот в такие в 90-е годы приехал на эту самую, на Северную Зарю лекцию читать. И вот только я сел или встал, лекцию читать, вот товарищ Сталин, слушай, как надоело, куда не приедешься, Сталин, Сталин, что вы привязались ко мне с этим Сталином? Так и здесь, что вы Маркс и Энгельс, все вот они открыли, они от этого открещивались. может быть, может быть, может быть, Энгельс, Энгельс, прежде всего, с чего это началось? Энгельс, Энгельс, есть крестьянское сослое, есть крестьянское сослое, в конце концов, есть царь-батюшка, монарх, так? И уж, когда у нас был царизм, его все клянут, но такого, чтобы у нас не было ни одного рабочего в дубе, такого не было, была рабочая курия, правильно? Ну, царь понимал, ну, хорошо, но большинство, конечно, капиталисты, помещики, ну, пусть рабочие будут, чтобы никто не сказал, что у нас не одно рабочие, пусть крестьяне будут, была крестьянская курия? Была, но царь-то не дурак уже был, и советники у него были не дураки, но надо сказать, что и в Единой России, между прочим, четыре рабочих есть по списку Единой России в Думе, а по списку КПРФ, ни одного. Я просто констатирую факт. Вы как умудряете сегодня? Мы за народ, что вы за него будете, или как Жириновский говорит, мы за бедных, мы за русских, мы за бедных. То есть вы за русских деньги получаете, и за русских будете, и за бедных деньги будете получить, а бедному что останется? Что это имеется в виду-то? Ну, нет у вас физку КПРФ ни одного, а были. В свое время, вот я, с одним своим коллегой, с Федотом, Константин Васильевич, разработал проект Трудового кодекса. Именно когда разработали, по просьбе профсоюзов, потому что это такая штука, которая требует, с одной стороны, знания очень хорошей, профсоюзной практики, это вот Федотов, он был председателем правкома докеров Ленинградского морского торгового порта. Ну, и я, так сказать, специалист в области экономики и права, и философии. Вот мы с ним разработали проект по просьбе. Ну, такой, который был бы лучше, чем был кодекс, ну, в советский. И его двинули. А как его двинешь? У вас есть право законодательной инициативы? Нет. А у вас? Что, инициатива есть у вас? Инициатива есть? Законодательная инициатива. А у вас тоже есть инициатива? Да, депутат. Вот. И у меня инициатива была, а право законодательной инициативы не было. И что? Мы пошли искать. И нашли. И нашли мы четырех человек. Корсаков, член КПРФ, член Совета рабочих Москвы. Григорьев из Соснового Бора, инженер. А тот был, вот, Корсаков был рабочий. Шандыбин. Вот из Брянска, водитель. Но он, наверное, водителем был давно, потому что он там уже долго-долго в доме, все, рабочий, рабочий. Уже он давно не рабочий. Это вроде того, как вышли мы все из народа, как нам вернуться в него. Шандыбин и Ионов. Ионов я никогда не видел, но он тоже подписал документ, что они вносят в проект. Сейчас, ну, это было, по крайней мере, четыре рабочие, ну, или в которой непосредственно перед избранием были рабочими, или там несколько шагов назад. Сейчас там нет ни одного, вот в КПРФ ни одного человека нет. И они при этом приспокойно, зато он, например, вот человек, который у нас здесь возглавлял некую службу ФСБ, он оказался по списку КПРФ в проходе. А почему? А подешевле. По списку КПРФ дешевле пройти, чем по списку Единой России. Правильно? Ну, я могу вам, поскольку мы политические вопросы обсуждаем, ну, как обычно, вот в современное время, как решается этот вопрос? Вот я, допустим, олигарх, а вы, допустим, генеральный секретарь. Прихожу я к вам и говорю, слушайте, а какая у вас партия, как называется? Зеленое солнце? Люблю я вашу партию. Она у вас зарегистрирована, зарегистрирована. Будет в Думу избираться? Вы будете вести компанию? Будет. Вот как вы смотрите, я вам дам такую сумму, которая позволит вам провести 10 кандидатов в Думу. Ну, из расчета, что вот 3 миллиона долларов на одного. Вот 30 миллионов долларов, я вам думаю, как вы к этому отнесетесь? То есть он молчит еще. Какой-то. Ну, ладно. Мало ему. Ну, 35, ладно. 35. Даю 35 миллионов. От чистого сердца. Имею я право сдать? Если я олигарх. Если нету в составе капитала, иностранного капитала. Вот если есть доли иностранных, то уже нельзя помогать. Это я знаю из собственной практики. Я был кандидатом в депутаты Государственной Думы и был кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу. То есть я через это проходил. То есть я знаю. Значит, вот. Так берете, да? Не берете, я туда пойду. Еще там начинает думать. Не знаю. Тоже. Заелись там эти Думские. Так, ну, а вы спрашиваете, а какие-то условия ваши есть? Ну, какие могут быть условия? Ну, у меня вот маленькая просто просьба есть. Чтобы из этих десяти вот они на я был бы. Это у вас не обременится? Ну, кто-то говорит, да ладно, это понятно. Вы любите нашу партию, мы вас уважаем. У нас никакой сделки нету. Просто я вам дарю. А вы меня просто берете, потому что я вот друг и союзник вашей партии. Список партийный, список можно брать без партийных? Не знаете? Можно. Можно, можно, можно. Можно. Вот Рома Абрамович может пойти по списку КПРФ. Нет никаких препятствий. Потому что по списку КПРФ дешевле места. Что я нарушил? Ничего. Сдать я могу избирательный фонд? Могу. Взять вы можете избирательного? Можете. Я вас покупал? Да, никоим образом. Ну, люблю я вашу партию. Люблю партию. Я яблоки люблю, груши. Ну, выбрал я яблоко. И вот помогаю. Так что вот так может получиться, что вот так решаются эти самые проблемы. А в то время, в то время, вот при царе было в этом смысле. Ну, как-то, ну, не так ярко выражено, что уж совсем те люди, которые деньги дали, те и сидят. А те, которые нет, таких денег не имеют, тех и нет. Вообще. Ну, царь-то же, царь же он царь всех. Всех. То есть он и крестьян царь, он рабочий царь, рабочий курь. И вот большевики всю рабочую курью все там они освоили. Все места в рабочей курь были однажды большевики. Рабочие. Муранов, Шагов, Нагин. Вот. А кто был заинтересован в том, чтобы пробить идею или застолбить идею, что управлять государством могут не только благородные. Вот если у нас было феодальное государство, вот я, скажем, граф. А вот у вас есть графское звание? А княжеское? Ну, какое-нибудь звание у вас есть? Нет. Ну, так а что? А у вас? Купите? Нет, это не продается так просто. Это вообще-то сейчас продается. Это да, это не так просто. Не купишь. Там вот надо. Живешь? Ну, замуж. Вот когда выйдет, тогда будем с вами разговаривать. А пока что говорить. Это да, вот нашливый способ. Да. Значит, когда феодалы почувствовали, что пахнет дело керосином, то есть, когда стало казаться, что, так сказать, закачались власти феодалов, идеологи феодализма, идеологи крепостнического строя стали выступать с идеей, чтобы руководить государством. Вести эту сложную государственную работу могут только благородные. Вот когда выйдет замуж, будьте благородны, пока он не благородный. Вот Ленин благородный, потому что он 16 лет, папа его получил дворянство, служил и заслужил. Ну, соответственно, и Ленин стал дворянином. И он, между прочим, когда был на ссылке, получал дополнительные денежки, которые позволили ему написать развитие капитализма в России. Так вот, эти нехорошие представители буржуазии тоже чувствуют, что надо это вот, тело движется к буржуазной революции, так надо, если вы собираетесь совершать буржуазную революцию, вы собираетесь совершать буржуазную революцию? Если собираетесь, надо сначала доказать, что вообще кто-то, кроме феодалов, тоже может руководить государством. Вы собираетесь это доказывать или прямо пойдете вот на революцию? Ничего у вас не получится с вашей революцией. Что вы будете делать? Руководить могут только благородные. Надо доказать, что руководить могут не только благородные. То есть, второй вариант. Или выйти замуж, или доказать, что руководить могут не обязательно благородные. Вот решайте, что вам... Первый проще. А? Первый проще. Первый проще. Ну, пошли вот... А история идет она не по простому пути, по сложному. И вот появились такие буржуазные историки, французские. Франция была, конечно, возглавляла этот процесс буржуазной революции, правильно? Велик. Почему революция называется Великая? Французская революция. Великая. Или Октябрьская. Почему Великая? Потому что процесс восхождения нового класса, буржуазного класса выглавляла французская буржуазия, а рабочий класс России выглавлял революцию. Процесс восхождения нового рабочего класса и так далее. И вот Тьерри, Минье и Гизо выступили с критикой вот этих позиций феодалов, феодальных идеологов и доказали, или доказывали, скажем. Ну, феодалов-то все равно не докажешь. Их прогонять надо. И доказывали, что управлять могут любые классы. Они же не могли сказать, только вот буржуазия может управлять. Ну, все могут управлять. Государства могут управлять все. Ведь буржуазия явилась как носительница идей народных. Они за весь народ. Потому что они весь народ освободили от крепостной. Народ – это кто были? Крестьяне. Ну, и рабочие. Надо освободить от крепостной зависимости. И вот для того, чтобы получить свою власть, нужно было это обосновать. Поэтому основателем теории классов являются Тьерри, Минье и Гизо. И вы можете заехать, так сказать, заглянуть в интернет, набрать Тьерри, Минье и Гизо и для себя с интересом прочитать, что, в отличие от широко распространенного представления, что это вот Маркса сделал, это сделали французские буржуазные буржуазные историки. А Маркс в письме к Вейдемейеру писал, что не я создал теорию классов, которую мне иногда приписывают. Теорию классов разработали французские буржуазные историки додолго до меня. А английские экономисты, имеется в виду Адам Смит и Рикардо, раскрыли внутреннюю анатомию классов. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам. Первое, что вся предыдущая история была историей борьбы классов. Второе, что борьба классов ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что диктатура пролетариата представляет свой переход к обществу бесклассов к коммунизму. Вот и все. Макс очень скромно изложил все, что он сделал и что принадлежит ему как ученому. Как водится, скажем, если вы будете изучать кандидатскую или докторскую, вам скажут, в чем новизна вашей работы. А если вы не напишете, в чем новизна, вы точно не пройдете. Если напишете, в чем новизна, может быть, тоже не пройдете. Но таких диссертаций или авторефератов, которых это и не будет раздела, никто их даже рассматривать не будет. И это очень сложно всегда сказать. Вроде все делали, делали, а потом вышли, где-то я там прочитал, это там. А что вы-то сделали? Если ничего не сделали, тогда у вас высшее образование. Ну, то есть, вы вышли на передний край науки, озвоили то, что уже известно человечеству, и все. И вы образованный человек. А если вы хотите сказать, что вы ученый, вы должны сделать то, чего никто другой не сделал, хоть немножко. Что вы сделали? За что вам давать кандидатскую серию? Скажите, я вам дам. Не скажите, не дам. Так стоит во ворот. Но, разумеется, не я лично, я имею в виду ученые, советы, специализированные и так далее. И в разных науках по-разному. Например, вот известна такая история. У нас были две таких молодых женщины, очень молодых. Примерно так вот, как две присутствующие. Которые работали в области математической физики и стали докторами нового, профессорами. И вот конференция международная, у нас проходит, а ректор у нас в то время был, академик Александров. Красивый бородой, катался на лыжах, изучал диалектику, лекции читал о диалектике в актовом зале университета. И тогда еще можно было пойти на лекцию, даже если у тебя нет пропуска, как у меня. И вас никто не остановит. Когда университет представлял собой единое целое, а не что-то расколотое на кусочках, где вот без этого они вас никуда и не пустят. И вот на этой конференции один иностранный профессор спрашивает, девушка, а вы с какого курса? Она так замялась, уральцев он спрашивал, этого профессора, матфизик. Академик Александров говорит, да она не с курса, она вообще-то профессор у нас, доктор наук. Вот так обстояло дело. И сейчас, надо сказать, в этих областях это есть. Хотя вот я наблюдаю в университете некоторые торможения. В каком смысле? Вот, например, в наше время мы вместе учились с коллегой на матмехе. Вот если я хочу досрочно сдать, пожалуйста, идите, сдавайте. Вам идете в деканат, вам дают бумажку, вы приходите, сдаете, и больше не слушаете лекции. Вот у меня надоело вам мое лицо, и больше вы мне сдаете, и больше не приходите. Потом вам надоело, тоже приходите, уже меньше. И так раз-раз, и все, больше не ходите. И занимаетесь следующий. Кто у вас там, какой предмет? Я так, например, за первый курс на матмехе сдал все экзамены до первого июня. И поехал к пионерважатам в пионерлагерь университетский. Так хорошо, тут все сдают, мучаются, а мы там купаемся, на солнышке греемся. Красота. А что сейчас так не простилось? О, вы пойдите, попробуйте досрочно что-нибудь получить. Ни за что. Нет, очень тяжко. Ни за что? Можно? А что, выходите такой же умной стать, как я? Или умнее меня? Ну, примерно, из чего это исходит, я не знаю. Вот мне, например, если вот вы будете умнее меня и больше знаете, скажут, да когда моя студентка была, я сразу скажу, что мне плохого-то? Что плохого? Нет, это если вы хотите досрочно сдать, я, например, иногда иду навстречу, вот в каком плане? Хорошо, давайте, вы мне досрочно сдаете, я пишу вам на бумаге, на бумаге пишу, вот такая-то сдала она, отлично. Так, вот приходите ко мне с зачеткой в день экзамена, потому что тогда только ведомость дадут, потому что если я, я-то знаю, что вы не вернули, то больше никто не знает. И вот таким образом, если, а вы, если вы не придете, вы будете не юг, 6 и 2. И я, значит, выставляю, вот люди приходят, или кто-нибудь доверенный лиц, если есть у вас кто-то за вас, а вы уже уехали домой, пришел, я поставил зачетку, поставил, чтобы направление дали на сдачу досрочную. Более того, вот раньше, скажем, экзамены в аспирантуру, вот следующая стадия после магистратуры аспирантуру, после бакалавриата вы не можете в аспирантуру попасть, все, для того и бакалавриат, чтобы у вас не было конкурентов, у вас конкурентов нет, вам хорошо. Вы идете в аспирантуру, ну и вот, скажем, что такое профессор, это его, это звание профессора дает высшая ассоциационная комиссия в Москве. Нет, вот мы не можем у вас принять, вот собрались три профессора, приняли у вас экзамен, и вы пошли. Когда вам удобно и нам удобно. Вот, на следующей неделе будете сдавать? Пришли и сказали, давайте сдавать. Хорошо. А сейчас? Нет, давайте приказ ректора. Там в приказе ректора будет кто приседатель, кто член, то есть все. Ну, мы уже все ввешены всеми этими титлами, у нас там в всяких портфелях все лежит, и диплом доктора, и диплом кандидата, и диплом профессора. И аттестат профессора о том, что есть, потому что профессор как звание, а есть профессор как должность. Нет, тут будет приказ. и не больше двух в течение одного года аспирантура. Значит, получается, и придумали еще кандидатский максимум. А максимум? Ну, это вот прям по вашей диссертации. Как вы его? Все сдают на отлично, потому что еще вы свою диссертацию не знаете. Чего-то проверять. Ну, придумали еще. Я уже не говорю о том, что придумали вязкие курсы для аспирантов, чтобы они меньше сидели и писали, а больше бы бегали здесь по университету. А то, и вот мы уже профессора, доктора, а вы тут такие молодые. Вот вы доживите таких, когда уже будете падать, вот тогда вы тоже станете. А что плохого-то, что раньше люди идут? Вообще, вот новое поколение, оно должно дальше пройти прежнего или как? Как вы считаете? Вообще, по идее, вот ваше поколение должно наше превзойти или когда-нибудь даже не превзойдет? То это все, тогда разве остановилось? И что это за такое заторможение? Ну, к сожалению, вот такая реальность или отрицательность момента на сегодняшний день. Так вот, французские буржуазные историки выступили в теории классовой борьбы и доказывали, что управлять государством могут любые классы. И вот на это и опирались потом и Маркс, и Энгельс, там Ленин и другие, что это вот, так сказать, эта установка. Вот они разработали теорию классовой борьбы. Это очень важно. И вот эта теория классовой борьбы или борьбы классов и лежит в основе понимания политики. чувствуете, куда мы подходим? А вы все так, я тут чувствую, когда мы повернемся к политическим составляющим. Мы, во-первых, от них не уходили, но мы сейчас прямой поворот делаем сюда, в эту сторону. Это что такое борьба классов. Вот борьба классов состоит в том, чтобы бороться за завоевание господства в государстве. То есть всегда борются два класса, из них один держит рука государства, а другой пока нет. Вот тот, который не держит рука государства, называется оппозиционным. Тот, который имеет уже государство, называется правящим. А определение может быть одно. Вот давайте возьмем борьбу, классовую борьбу за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот это одно понятие охватывает борьбу со всех сторон. Только один класс, он уже завоевал государство, его главное удержать и использовать это государство для осуществления своих интересов. Другой у него задача сначала завоевать государство, потом удерживать, ну и потом использовать для осуществления своих интересов. То есть у них разные положения. Один правящий класс, другой оппозиционный, но борьба одна. Зазвоевание, удержание, осуществление государственной власти. Как думаете называется эта вот борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти? Как бы вы это назвали? Как бы я открыл эту борьбу и вам предлагаю назвать, как бы вы назвали? Борьба политическая. А? Борьба политическая. И это вот то, что я сказал, называется политика. На этом, под эту музыку разрешите и закончите. И под музыку звонка. То есть мы с вами знаем, что такое политика. Чувствуете? Продолжение следует...